Доброе утро, ребят. Сейчас еду на склад на отправку веников. Сегодня меня последние веники забирают. Вот, Алексей уже подъехал, он на складе. Сейчас будем грузить. Он даже стекло еще отморозить не успел. Тороплюсь. Ага, и тебя засняли. Тебе засняли. Это черный, да? Да. Кочегар просто, блин. Как будто не веники, а натуре уголь грузил. Вот это сейчас. То, что здесь уголь лежит, а это он. Коль. Кстати, выгоднее такие делать. Увести больше можно. Размер-то? Да. Вот это самое оптимальное, я тебе говорю. Все? Ага. Все, веник уезжает. Пусто. Ну вот, отправил веники в Екатеринбург. Видите, уже склад пустой. Глаза, правда, вон от пыли угольной. То, что на складе с углем работал. Ну, хотел бы также сказать про итог по веникам. То, что вот сезон закончился. Я сам лично сделал 9000 веников своими руками. Вот этими грязными. Это сейчас склад пустой. Ну, это отходы, это желтый веник. Это еще прошлогодний остался. Это тоже не веник, это ветка испорченная. Там тоже пусто. Вот, какой мой результат за летний сезон по веникам. Сам лично я сделал 9000 веников березы. Далее реализовал 2000 дуба. То есть уже 11000. Я думал, все, сезон заканчивается. Но сейчас вот человек попросил мне еще веники ему сделать. Но я сделать, конечно, не могу. Я сейчас их просто перекуплю. Найду более-менее подходящий под меня веник. Привезу. То есть ему надо 1000 дуба и 1000 берез. Итого за сезон у меня получится 13000 веников. Считаю, это отлично. Отличный результат. Жду вашего мнения. Жду ваших комментариев. Как вы считаете, это хороший результат по веникам, по заработку, который можно сделать, организовать в деревне. Осталось прибраться на складе, а то хозяин здания ругается уже. Че мой склад показываешь, говорит. Вот. Но как бы ладно. Всем пока, всем удачи, всем успехов.